На наших глазах сбили девушку. Прямо въехали в неё на скорости. Она упала на спину и сильно ударилась головой. А там везде плитка. Я не смогу вести активный образ жизни. Плавать, заниматься спортом. Может быть, водить машину. Мне это зачем? Сколько таких, как я? Пешком ходите, а не на самокатах ездите. Набережная не такая большая. Таких сообщений в социальных сетях ежедневно появляется множество. Сторонников современного и экологически чистого транспорта немало. Однако здравый смысл подсказывает, что всё-таки им не место в оживлённых пешеходных зонах. И анапчане и гости курорта согласны, что эта проблема очень актуальна. Она вообще актуальна и не только здесь, а вообще по стране, наверное, по нашей. Потому что гуляют дети, гуляют отдыхающие. Эти сумасшедшие гоняются. И уже не знаешь, не то ли любоваться красотами, не то ли здесь смотреть, чтобы тебя не сбили. Если, например, когда до обеда, может быть, ещё можно. А вот когда вечером, здесь прям очень много народу ходит, тогда очень опасно. Да, согласен. Только не все самокатчики адекватные и нормальные. Периодически гоняются совершенно с сумасшедшей скоростью, не обращая внимания на толпы народов, особенно ближе к вечеру. Но представьте, сколько здесь будет народу, в том числе с детьми, пожилые мамаши и прочее. И даже если он всех умудрится объехать, то он половину перепугает, это уж точно. Хорошо он едет медленно и замечательно, но ему ничего не помешает поехать со скоростью 40 км в час и кого-нибудь с нести. Это небезопасно в первую очередь для самих самокатистов и для тех людей, которые ходят по набережной, гуляют с детьми и взрослые в том числе. У вас само опасение есть? С детьми гуляете? Конечно, конечно. Они иногда разгоняются и со спусков разгоняются. И я не уверена, что они смогут затормозить, справиться с движением. Возможно, они даже не водители эти люди, не знают вообще, что такое средство передвижения на колесах. В силу своего возраста я вообще боюсь этих электросамокатов. Но даже если вот ребенок, она тоже боится электросамокатов, потому что... Я не боюсь, я не хочу. Она не хочет. Я говорю, я не боюсь, но я не хочу так вот столкнуться с кем-нибудь. Потому что все равно нужно знать правила дорожного движения. А если без правил дорожного движения, если нет прав, то я думаю, что электросамокаты это такое же транспортное средство. Ну, я думаю, что так. В пешеходной зоне они уместны? А в пешеходной зоне вообще исключены должны быть. Даже велосипеды и то с опаской смотрим. А электросамокаты, эти все скутера, или там, как они называются, гироскутера, они неуместны здесь. Тем временем анапские медики отмечают увеличение количества травмированных в пешеходных зонах. Из года в год эти показатели растут. Так называемые индивидуальные средства мобильности становятся все более популярными. Позиция мэрии Анапы в этом вопросе однозначно. Пешеходные зоны и в первую очередь набережные в центре города должны быть максимально комфортными и безопасными. На самых оживленных прогулочных участках давно выставлены знаки, запрещающие проезд двухколесного транспорта. Параллельно специалисты разрабатывают концепцию отдельной велотранспортной инфраструктуры. Пока же проблему могут решить только полный запрет на движение самокатов по пешеходным зонам и самое простое – взаимное уважение друг к другу. Каждого участника движения и пешего, и того, кто передвигается на колесах. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.